ребята я вам сейчас такое расскажу ну мы тут уже с вами вось вось друзья подружились уже так сблизились я решил вам рассказать личную историю которая произошла лично со мной эта история от первого лица я кстати и уже когда-то рассказывал на одном из ток-шо в котором участвовала я участвовал не только в давай поженимся были еще и другие не буду вам говорить какие короче история очень занятная невероятная вы офигеете погнали готовьтесь это случилось в самые прекрасные мои годы студенческие я учился университете культуры искусств кстати и кстати прикол расскажу эта история в истории будет у нас там было кафе студенческая анна и когда мы косили пары с девчонками или просто на перерывах и мы сидели в кафе анна и когда мне кто-то звонил я говорил извини не могу говорить я в ванне с девочками те кто знал понимал что это кафе она те кто не знал офигевали что я типа в ванне с девочками кафе она ну в общем вы поняли да ну такое короче говоря тогда в студенческие годы как и вообще практически всю мою холостяцкую жизнь я сидел на сайтах знакомств где я только не сидел и на тиндере сидел и на баду сидел и love planet еще там было и что-то mail.ru знакомства и в общем топ-фейс что-то еще там было я не помню и тогда кстати у меня было дофига свиданий там по несколько раз в неделю сейчас я стал более избирательным и у меня где-то свидание раз в два месяца ну потому что не распыляюсь вот а тогда да было дело у но сейчас не об этом и короче говоря очередное свидание я списался с девочкой и симпатичная все и мы договорились что мы погуляем вокруг дома с ее собакой ну то есть она будет гулять собакой вокруг дома и типа она мне говорит поезжай погуляй вместе горю хорошо я взял тогда еще я помню я был на папиной машине приехал старенький посад такой был и мы встретились погуляли с собачкой все хорошо очень симпатичная милая приятная девочка пообщались за жизнью ну и все погуляли и она говорит ну ладно я домой я говорю ну все давай мой мой щечки поцеловались и все я как бы довольный она мне понравилось все хорошо сел в машину и уехал еду еду обратно домой и тут мне приходит сообщение сообщение от нее типа а ты куда уехал то я такой по тормозам в смысле куда я уехал домой я такой пишу я что надо было остаться она говорит да надо было остаться и езжай за вином и приезжай ко мне я готовлю ужин я такой быстро полицейский разворот заехал значит купил вина приехал к ней она там уже что-то шинкует салатик морковочку там этот сыра на нарезала орехи там что-то покрошила виноград но под вино там все красиво все сделала свечи нормально мне ее квартира немножко странной показалась она какая-то была пустая на всю квартиру одна фотография где она с каким-то мужчиной в обнимочку я спросил кто это она говорит брат я говорю ну ладно брат и брат спрашиваю холостая ты она такая да конечно холостая но я еще заранее в переписке спросил ну и вообще она сидит на сайте знакомства да то есть как бы в общем посидели мы попили вина и как-то так получилось что у нас все получилось причем как-то так знаете спонтанно со страстью извините за интимные подробности у меня там пиджак в том углу комнаты рубашка в том брюки там трусы там и так далее все было хорошо мы легли спать и вот значит я сплю уже практически там под утро или середина ночи я сплю я слышу сквозь сон с просунья что-то вот звук дверь открывается входная а там у нее кровать она еще так стоит близко к комнате к двери и дверь открыта и сразу как бы коридор то есть вот так вот смотришь наверх и ее как бы коридор сразу над головой и я слышу что открывается дверь и я слышу что включается свет я уже понимаю что включается свет я такой лежу и думаю блин а где это я что ночью ко мне кто-то приходит а я знаете не выспался у меня еще алкоголь не выветрелся я вообще не понимаю что происходит и я открываю глаза вижу ее лежащую рядом я понимаю где я но я не понимаю кто это пришел я поднимаю глаза наверх и смотрю над кроватью прямо над моей головой стоит этот ее брат который как вы уже поняли оказался не брат нифига а муж и он в руках значит держит ключи вот так вот вот так вот их перебирает и говорит смотрит меня говорит встаем 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 и она тоже проснулась у нее была очень странная реакция она такая типа быстренько одеялом закрылась прикрылась и такая сидит молча вот просто вот ни звука не издает то есть прям и смотрит перед собой вот так вот просто вот в никуда ну давайте я не буду вам говорить что я нифига не испугался давайте не буду вам говорить что у меня была ситуация под контролем ни хрена у меня не было ситуации под контролем я испугался так что я вообще растерялся я не понимал я уже был готов к самому худшему у меня адреналин я уже собрался думаю ну все ну капец и он с этими ключами такой быстрее быстрее встаем а я стою я извините опять же да пусть не играет ваше воображение я голый я как как аккуратно там за джинсами за рубашкой и так далее и он подгоняет все быстрее быстрее одеваемся я кое-как вообще наделся пиджак под эту подмышку и я уже хочу выйти в коридор а он стоит в дверях это лежит молчит и он значит говорит проходим в коридор быстрее и он отходит я мимо него прохожу думаю только вот не надо вот сейчас вот этого ничего одеваю куртку и еще мне интересно мне нужно было нагнуться чтобы одеть обувь и завязать шнурки и я такой нагинаюсь и я понимаю что он вот здесь стоит я думаю мне сейчас как с ноги пропишет и и я вообще очень испугался не буду скрывать но он стоит я значит надел обувь встал он открывает дверь я выхожу так боковым задним у меня глаза на затылке я вообще думаю так что он сейчас как не собирается или что делать не собирается но я уже вышел за порог я поворачиваюсь он вот так вот берет дверь за мной как бы хочет закрыть я понимаю что он как бы сейчас будет закрывать дверь что как бы не будет ни драки ничего и я хочу ему сказать типа чувак я хочу ему объяснить до объясниться хочу перед ним что вот я познакомился с ней на сайте знакомств что я не знал она мне ничего не рассказала и так далее но он я вот только открываю рот и он меня перебивает и закрывая дверь говорит не дай бог такой злой такой был не дай бог ну я знаете думаю ну что он сейчас скажет типа не дай бог ты еще раз ей напишешь не дай бог ты еще раз здесь появишься не дай бог ты там ей позвонишь а он вот так вот закрывает дверь и горит не дай бог тебе такую же жену как мне и захлопывает дверь я офигел не знаю как вы сейчас а я офигел я минуту где-то минуту постоял на лестничной вот этой площадке я растерялся потом я спустился вниз я кстати не сел за руль потому что я еще был пьяненький и я вот до утра гулял и думал над этой ситуацией ситуация вообще странная колоссально вот непонятно максимально потому что вообще все странно квартира странная с одной фотографией ее поведение реакция странная у него не было так учен вернулся вдруг у меня уже все были мысли что это было как-то запланировано у меня были мысли о том что ну как бы у него не было такой и знаете там вот истерики мужа да типа ах там не было скандала ничего да он был злой да он был там на нервиках и так далее но вообще все это мне показалось максимально странным я долго об этом думал и это капец какая история вот до сих пор сейчас вспоминаю переживаю ее вот так вот в такую авантюру я влип а что думаете вы как вы находите эту историю что скажете вот какие ваши мнения и впечатления и если вдруг у есть у вас какие-то истории обязательно пишите в комментариях мы с удовольствием почитаем все обсудим вот как-то так очень жду что вы что-то мне там напишите смешное однозначно будут прикола какие-то но история ничего не прибавить не убавить не добавить рассказал все как есть и да не забудьте пожалуйста лайк поставить если вы вдруг не подписаны подпишитесь я вам буду готовить еще какие-то истории вот как то так это персидский пока увидимся в комментариях